Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Попко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Более двух тысяч раз выезжали столичные спасатели на пожары с начала года. На пожарах за это время погибло 19 человек. 61 человек пострадал, 56 были спасены. Минск чрезвычайный. В обед 2 августа на телефон спасателей поступило сообщение об открытом горении бани на улице Ковалева во Фрунзенском районе. На пожар выехало сразу пять пожарных машин. И не зря к моменту прибытия огонь охватил около 40 квадратных метров строения. К счастью, никто не пострадал, а причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки. Через пару часов того же дня вой сирен уже слышался в Советском районе. Спасатели спешили к девятиэтажке на Колоса 53, корпус 3. Прибык к месту огнеборцы констатировали открытое горение балкона на восьмом этаже. В момент загорания хозяйка квартиры находилась дома, и с ее слов балкон буквально вспыхнул открытым пламенем, что является нетипичным при возгорании от незатушенной сигареты. Причина произошедшего устанавливается, рассматривается версия поджога. Минск чрезвычайный. Около часа ночи в воскресенье спасатели приняли вызов о горении автомобиля на улице Школьной во Фрунденском районе. В силу позднего времени суток горение было не сразу обнаружено очевидцами, а к моменту прибытия огнеборцев автомобиль уже полностью выгорел, из-за чего без экспертизы невозможно даже определить его марку. Так как в автомобиле отсутствовал аккумулятор, несложно установить причину пожара – поджог. Кроме этого, отсутствовали и регистрационные знаки, из-за чего хозяин автомобиля пока неизвестен. В заключении напоминаем, что в стране продолжается профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», направленная на предупреждение гибели и травматизма детей. На этом все. Берегите себя. В студии был Александр Попко. Минск чрезвычайный.